Всем привет! На часах сейчас половина пятого утра. Как видите, ни машин, ни людей в это время нет. Спрашивается, какого хрена я не сплю? Да все очень просто, потому что сегодня я с группой едва знакома уезжаю в Краснодарский край. Чтобы вы понимали, это приблизительно 16 часов в одну сторону. Я не знаю, ждут ли нас какие-то приключения, либо интересные истории. И если вы видите это видео, значит интересные истории только начинаются. Погнали! Блин, 16 часов. Задница, если ты меня слышишь, прости. Чем-то, кем-то придется жертвовать. Так, я на станции. Поехали. Я вот вроде только выехал, а уже домой хочется. Так скучно. Как красиво, но все равно скучно. Это была самая долгая поездка. Так, мне нужно найти своих ребят. Пойдемте их искать. Где-то они должны быть здесь. Слушайте, для пяти утра, кстати, тут достаточно живенько. Всем здрасте. Собор покрасьте. Ох, еб... ты такой, б... смешной. Это наилучший комплимент. Нет. Паш, скажи, где Рома? Я надеюсь, он сырёт где-нибудь. Что, что, где-то на вокзале сырёт. Где Рома? Рома? Как? Я самый добрый директор и турменеджер на этой площади. Паш, вот ты видишь, к чему это приводит? Вот, ты понимаешь? Что-то про говно. Вот, как бы, да. Мы чуть не уехали, уже шутки проговорили. Лен, давай с тобой пообщаемся. Еще не вышли, а уже кто-то обкакался. Где Рома? Спит. Спит? Да. И значит, мы умрем. Это плохо, если он спит, когда капает. Вообще, у нас уже всё готово к отъезду, кроме одной мелочи. Это Рома. Где Рома? Нет. На самом деле, мелочь – это слава. Как он? Как бежит? Как бежит Рома? Рома бежит! Здорово, здорово. Я. Императоров больше, чем музыканты. Императоров. Императоров тут больше. Ты готов к поездке-то? Готово, готово. Нас ждет 16-часовая поездка. 166-часовая, надеюсь, нет. Порезка. Ты ты первый. Надеюсь, тоже нет. Что, хай, поехали? Отлично. Паша, а мы приехали? Паша, мы скоро приедем. Нам чуть-чуть. Паша, а нам еще долго? Блин, Паш, мне скучно. Паш, я хочу писать. Паш, а почему не работает заряд? До меня сейчас дошел слушок, что, оказывается, мы будем выступать в один день два раза. Два одинаковых сета по 18 песен. Как завещал Николай Басков и группа Ронетки. Вот, ты можешь помолчать хотя бы раз? Нет. Понятно. Сука, все использовал. Все камеры. Из тебя контент-мейкер, б**, как из копибары, б**, животное, понимаешь? Копибара охуеть. Животное. Очень популярное. Ну, ладно. Это собака, кстати, есть. Паша, ты обещал нам остановку. Привет. Паш, а когда будет остановка? Обещал, я остановлю. Едем 8 часов без остановки. Паша обещал только едем, но через 30 остановку. Понимаете, я так сильно переживаю, потому что Паша нам обещал, что мы остановимся. Да, да. И мне еще вот мысль, что сильно меняют людей деньги и вот руль получается. Потому что, и механика, как он говорит, потому что это пи**. Когда здесь сидит на, ну, пассажирском, вообще тихенький, спокойненький, просит остановить. Как сел за руль, человек, б**, знаешь, б**. Почувствовал. Из грязи в князь. Мы об этом и говорили. Люди сразу меняются. Все. Просто. Паш, ты что-то хочешь добавить? Да нам не интересно, Паш. Паш, нам не интересно. Так что ты говоришь, Ром? Леш, а ты что думаешь по этому поводу? Я думаю, что, б**, Паша первый после Бога. Паш, тебе есть что добавить нам? Вот молодец, Паш, спасибо, Паш. Лен, привет. Ребятки, у нас первая остановка. Спустя два часа. Под Лос-Анджелесом мы находимся. Миша, покажи, пожалуйста, прекрасные прерии вокруг, дикие животные, представитель местной фауны. У нас осталось еще сколько? Наверное, часов 14. Так что, расслабляться не надо. Господь, Господь. Господь, Господь. Итак, посмотрим, у кого больше всего мусора. Значит, у Леши одна сосиска и этот, а Рома... А у тебя довезли? Понятно. Так, у тебя всего лишь одно. А у меня лейтенантские погоны. У тебя ничего нет и, соответственно, у меня растущий организм, поэтому, да, у меня чуть-чуть побольше. А у нас Леша курит трубку. Трубку носом курит, Леша наш. Пашей помидоркой он все это время молчал и не хотел с нами делиться. Вы только посмотрите на вот эту вот довольную моську. Учусь целоваться. И как оно? За французию этот помидорку. И соль и не то. Давай, ну-ка. А я привез из Питера. Кого? Соль. И так, у нас сейчас очень важный спор. Так, Леша, давай, рассказывай. Спор. Возникает такое... Я не могу так говорить, ты меня заставляешь. Сука. Вот это говно. Давай. Давай я скажу, подожди, стопа. Давай говори. Стопа. И так, значит, смотрите, ситуация какая. Наш директор, он же и басист. И у нас есть еще Слава басист. И тут Леша утверждает то, что если он скажет, чувак, я переезжаю в Москву и я встаю на бас, Слава легко отдаст эту позицию в коллективе Е2 знакомых. Правильно я понял, Леша? Да, все именно так. Отлично. Ром, ты согласен с Лешей? Нет, я считаю, Слава хоть и дед-пердед, но он не отдаст так легко. Он любит больше все-таки группу, чем как бы плюет на нее, так скажем. Чем показаны. Да, да, да. Да, мы спорим, конечно. Так, отлично. Спорим на кофе. Капучино 200 миллилитров. Да. Боже мой, что творится? Слушайте, уже мы проехали 4 часа, а кажется, как будто все 8. Паш, мне кажется, ты что-то с собой сделал. Ты прическу сменил? Я кепку надел. Я сменил прическу. Странно. Лех, а ты как-то странно полысел. Да. А вот и Славик. Здорово, Славик. Любимец наш, как ты? Мы возьмем часа в дороге уже. Какие 8? Сколько? 6? 6. 6. 6. 6. Примерно 6 часов езды. Пол дороги мы проделали, осталось еще половину. 6-7 часов примерно дороги у нас было. Чуть-чуть спина уже офигевает, но ничего, нормально. Я думаю, еще пол дороги. Зато уже приедем. Как дорога? О, я маме звоню. Поэтому все будет прилично. Вот поэтому я решил тебя снимать. Да, привет. Все, ребята садятся в машину. И мы едем. Осталось 6 часов. Ты сам хочешь отдать? Сам по себе. Это я наоборот, всем душой, блин, пытаюсь это лучше сделать. Блять, Рома с меня кофе. А вы... А вы, блин, позиционируйте, что я как-то... Нет, ну ладно. Сюда мы с ним поспорили на кофе. Он сказал, что ты откажешься от группы, а я сказал, что нет. Я говорю, давай поспорим. Что он, ну, скажет, ну, он хочет играть. Он скажет, нет, он скажет, играй, типа, я не хочу играть. Короче, нам осталось 4 часа ехать. Уже на второй, там, третьей заправке пытаемся поесть, но народу просто очень много. Наконец-то, спустя час-полтора мы наконец-то нашли место, где можем поесть. Наверное. Нет, мы идем фоткаться. Ребят, вы умеете искать лучшие кадры? На уровне помойки, мне кажется, это самый топ. Давай, снимаем клип. Наконец-то нам осталось полчаса ехать до Краснодара. Знаете, единственное, что я хотел бы показать, это... подсолнухи! Ну, блин. Блин. До Ростова. До Ростова! Я очень хотел посрать. Так. Тут такое дело. А я видео снимаю. Оп! Оп! Опачки! Что скажешь? Как тебе сегодняшняя наша поездка? Мне безумно нравится ее вайб, дружеский поезд. Немножко устал от однообразной музыки, которую нам ставит водитель наш сегодняшний. Тебе как вообще по музыке именно? Или тебе она более близка? Мне тяжеловато. Вот, слушай, 12 часов, одно и то же тынц-тынц-тынц-тынц и так далее. Ну, так это пофиг. Пофиг. Ну, а так в целом, да, мне очень. Тебе как самому. Слушай, вот ради вот такого момента... Это да, согласен с тобой. Вся жизнь, смотрите, прекрасные цвета. Этот день уже просто мною сделан. А пока мы с Ромой тут занимались подсолнухами, все остальные нас ворчат и ждут. Слушай, а скажи, сколько ты уже сидишь сейчас часов за рулем и каково тебе? Вот поделись своими впечатлениями с нашими зрителями. Мне абсолютно нормально. Сижу я, наверное, часов 8 точно. И чтобы вы все бухали, было бы вообще веселее. Чтобы вы, блин, меня бесили, а я пикренился на все. Ты это знаешь, почему говоришь? Для того, чтобы, когда ты бухал, ты потом сказал, типа, Слушайте, вот я вам тогда дам побухать, а теперь идите в жопу, буду теперь бухать я. Очень растражает то, что у меня в группе играют очень умные ребята. Ура, мы приехали в Ростов. Давайте похлопаем все вместе, похлопаем. Ой, вы такие бодрые, веселые. Ну что, как твоя задница? Коленки, коленки. Коленки? Как... Ну, они где-то тут. Там точно они есть? Не уверен. Не уверен, я вот тоже не уверен. Здравствуйте, меня зовут Алексей. И я в Ростове-на-Дону. А это Паш? И я его привез в Ростов-на-Дону. Блин, то есть нам еще завтра ехать? А сколько нам ехать, Паш? Говорят, два часа. Я тебе больше скажу. Мы до Краснодара не доедем. Не доедем. Не доедем. Не доедем. Пахнет душем. Пахнет душем. Пахнет душем. Пахнет душем. Так. Ну а что, включайте свет-то хоть. Давайте посмотрим хотя бы, что тут у нас. Ну нифига себе. Вот это. Слушайте, у вас еще здесь и кондишен есть, короче. Вон он сверху. И еще одна комната. И кухня. И холодильник. И все. А это тайная комната, которую занял уже Паша. Что, друзья, мы будем ложиться спать. До завтра. Все нормально, типа. Все окей. У нас все окей. У меня, типа, туса еще на ветеранов. Я так устаю. Уставшие. Давайте дождаться. Утро доброе. Значит, мы тут с Пашей пошли на зарядку, пока все остальные алкоголики. Так вот, да. Вот у нас Паша бежит. Бежит активно, да. Вот. Все остальные у нас пока спят. А мы решили все-таки насладиться моментом города Ростов. Паша от меня убежал. Но ничего. Я его догоню. Я пытаюсь догнать Пашу. Я его догнал. Так, ну что, Паш, сколько мы пробежали с тобой? Итого. Все сбросил нахер. 10 километров 100 метров. Время 54-56. Здоровье в порядке? Пульс отсутствует. Слушайте. Неочевидная история. Сразу вам хочу рассказать. Никогда не тритесь об подсолнухе. Блин. Вот я взял такую охренительную футболку на концерт. И просто взял ее. И засрал. Вот смотрите. Значит, у меня Пикачу теперь обосрался. Значит, его прямо дрищит. Как не в себя. Вот. И здесь еще вот пятна желтые. Блин. Так обидно. Не тритесь об подсолнухе. Даже если нужно снимать клип. Если этот ролик наберет там миллионы просмотров, то оно того стоило. А пока дристающий Пикачу вот. Он. Блин. Обидно. Ну, то есть, надо на своих послушать. И на разных номеров. Потому что на тихость лучше. И там даже лучше все будет видно. Как спалось, Лен? А, так. Ну да, немецко. На разных послушать. Очень слабко. Это мой чай куда-то będą аппетит. И ни impairment не может... ...技, ниinku матки. Сука! ВОДgende... ВОДЕЕЕЕ! На тебя, на бена! Сука! МРАЗЬ МРАЗЬ! Иди наху, я сказал! Эта ты мне, Ром, скажи? Готовы? Разъю investigated Тааа... Что еще мы можем делать? В фестивале на всякие минуты, вот, Пашка уже тренируется, я тоже. Слушай, а ты не думаешь то, что Пашка что-то рано как бы начал уже как-то... С пяти утрам, я слышал, сидевается и бежит на пробежку. Да вот, Лен, вот все вот, короче, нагадили, насрали, а ты, блин, а ты вот берешь и вот, вот понимаешь, что бы мы без тебя делали? Вот просто, вот просто, вот понимаешь, вот... Не было. Мне кажется, вы очень близки ко мне. А прыщи видно? А старость мою видно? Вот старость видно вообще даже без очков. Я поймаю. А это Слава. Это камеру пустил. Она не такой маленький, не надо так, блядь. Перерыв на мороженку. Причем только вы, по-моему, с собой сластеный был. Слава. А давай мы просто им будем сидеть и просто есть. По-моему, Паше не нравится, что мы едим мороженое перед ним. Потому что его мороженое едет. Да, он сейчас езжнул конди. Вышел за мороженое. А в смысле от кондей? Да, вообще, блядь. Походу мы поедем сейчас дальше без кондиционера, но я надеюсь, просто нужно нажать какую-нибудь супер кнопку, и тогда все будет хорошо. Ну все, теперь точно мы едем в Краснодар. Погнали. Итак, а мы приехали. Ну что-то вы какие-то жиденькие. Слушайте, а вид здесь какой красивый. Здравствуйте, ребята. Если вы хотите получить хламидиоз, вы можете искупаться в этой стоячей воде. Я еще не был в воде. А ты будешь купаться? Не исключено. Я не исключаю того, что Славик будет купаться. Паша, а ты купаться будешь? Нет. Нет, не буду. Не надо жевать мой микрофон. Лизать его тоже не надо. Ну ладно, можно понюхать. Ух, ё-моё, уже все даже готово. Нам еду. Пришли обедать. Так, давайте сейчас попробуем местную кухню. Вот смотрите, мы все съели супчик. Вот все. Всем было вкусненько. Кроме Паша. Вот Паша, вот он не ест. Это вот тот двоечник в детском саду, который всегда самый последний доедает. Он показывает ноздри. Ребята принесли веганские бургеры. Кроме Паша. Ну нифига себе. Кроме Паша. Кроме Паша. Кроме Паша. Попробуйтесь. Давайте пробовать. Ммм. Очень вкусный. Я поделюсь его с тобой. Ммм. 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 Нет. Ладно, вы сейчас не подойдете. Но как только услышите первый окон, вы взорветесь, подбежите и начнете плясать и танцевать. Едва знакомые. Прямо сейчас на этой сцене. Все сюда. Давай. Так, ну что, мы отыграли рок-остров. Блин, это было жарко. Самая приветливая, наверное, публика пока за все это время, которое мы играли. Очень классно. Так, но нам уже надо ехать сейчас на следующий концерт. Он у нас будет буквально через два часа. Поэтому... Ну что, собираемся и едем дальше. А где мы играем-то? Паш, где мы играем? В электроспирте. Ну ладно. Электроспирт вперед! Вот столько мы каждый концерт 오зим. И это еще не все. Доволен ли я концертом, блин, да доволен ли я концертом? Блин, мне так нравится снимать, когда кто-то что-то делает. Доволен я концертом! Кон... дововолен я концертом! Та-да-дам! Ну опять же, когда я вот слушаю твой подкаст... Да, стало неудобно, чтобы ты похвалил нас, а я как бы... Нет, в этом плане нет! Как две классы на разных уровнях! Нет, это такое! Мы люди в первую очередь, на уровне ничего срать. Во-первых, мнение это мнение, а мы нет права! А есть попить? Извините! Класс, класс! Есть тихо, есть тихо. Что это? Мородинка? а где смородинка они алкогольными нельзя нам еще играть да ну чё ром скажи пожалуйста свои впечатления то фестивале самом деле когда вообще я ехал я как-то грустил ну потому что я не думал что будет вот так как она у нас получилось а вот здесь было как раз люди были уставшие но безумно вкушали каждое слово каждую ноту это круто слушай а у тебя что-то там была какая-то проблема с микрофоном что произошло у нас до начала концерта мы никак не могли начать что случилось случилось да просто микрофон не подключался к базе все вот это вот да то есть подошел техник из местную местный техник и нам помог лёша знает как и если что проблема этой больше не будет или так хорошо отлично отлично с микрофоном что произошло микрофоном произошло следующее канал который был на базе и на микрофоне по умолчанию первый канал эта частота была занята по ходу чем-то другим оборудованием каким-то местным и мы произвели поиск частот свободных нам по его выдала поиск что 17 там частота 17 канал свободен и мы скоммутировали микрофон с базой на чистом канале у нас сейчас 8 вечера мы только закончили с фестивалем и у нас буквально через два часа выступления в ростове-на-дону блин ну это круто крутое приключение поехали так ночам и с ребятами в ростове короче мы сейчас идем искать клуб кстати хочешь сказать про ростов ростов у вас мало освещения но здесь еще неплохо но в целом по моему мы едем как-то темно темноватый город побольше света можете поставить светильник пожалуйста для рома очень просим еще вернемся за но я за то чтобы взять лишним не будет чет мы немножко потерялись и приехали не туда так что попытка номер два вроде сейчас приехали прикольно огонечки ночные огонечки кайф но народ тусует гулять а как вы заехали сюда все до такая тут комнатка спрятанная от нас я вот пока не знаю как на это реагировать а ты как на это реагируешь да интересно наворот сейчас как раз как тут звук может быть и бандически бы главное что все не разошлись до того как мы начнем играть так мы по первой играет по первой играет на три группы мы либо в середине либо первые короче в общем приехали зал очень маленький для нашей аппаратуры это место в принципе нет и то есть получается сейчас мы думали что мы будем играть первые а на итоге сейчас играет ваш фиш потом другая группа и только потом мы естественно мы сейчас думаем если смысл нам вообще во все это дело ввязываться либо просто уехать и не играть потому что очень много факторов например у меня по барабанному став учета не хватает директор недоволен короче вот интересно будет чем все дело закончится пока как-то пессимистично уже настроены причем и в клубе есть народ и здесь есть народ а ее все и уже забрали да да не а здесь оставлять нельзя было машину поэтому да то 5 сейчас мне кажется я уже где-то видел вот этого мужика в кепке все-таки мы решили выступить сегодня в этом баре не забыли как шеда бар клуб так но у меня собственно уже все готово я все собрал осталось ждать команда когда нужно будет идти уже играть жизнь как она есть от стать вовка наконец-то я смог его на видео снять то он на фестивале никак времени не было лен чё скажешь как там нам человеку плохо скажу а почему что с ним стало ногу подвернул честно говоря я не уверен смогу ли я что-нибудь еще снять во время до как бы концерта осталось уже буквально там с песней литве и надеюсь момент концерты я не уверен здесь все меняется просто каждые 5 честно скажу самая бесполезная игра самый бесполезный концерт приехали сюда в 10 начали играть 12 я не знаю ну типа надеюсь мне смогут объяснить зачем мы это делали народу было мало они не особо были приветливы к нам для чего все это нужно было опять же не понятно теперь нас сейчас ждет сколько там 14 или 16 часовая дорога тяжелая ночная без сна потому что все музыкант естественно уставшие директор тоже уставший он не спал он не отдыхал я точно также сейчас буду сидеть рядом с ним и соответственно развлекать его чтобы он главное не уснул вот то что пока остальные ребята будут спать отдыхать хотя бы чуть-чуть чтобы можно было дальше потом подменить его ну собственно вот и все ребята на сегодня это вся наша история поездки не знаю если что-то в дороге только произойдет но надеюсь ничего не должно произойти так что собственно друзья давайте до следующего раза хочешь и в и Продолжение следует...